Едем в Варшаву, по делам в наше узбекское посольство. Проехать нам надо 300 км. Выехали в пол шестого утра. Посмотрим во сколько приедем. Решили заехаться на бензозаправку. Гринзона 5.39. Дороговато. Что-то бензин поднялся. Ничего не делать заливаться. На других заправах еще будет более дороже. Едем с юга на север. Такие пейзажи спокойные. Много. Леса. Маленькие деревеньки. 900 км. Дорога хорошая очень. Так все спокойнее. 900 км. Машин мало. Много. Много фур навстречу едет. Котовицы. Наверное. Ветрячок стоит. Как в игре Сим Сити. Энергия. Недалеко уже Чистахова. Еще один ветричок. Огромные. Огромные такие лопасти. Наверное, как трехэтажный дом. shooting takes a water flowing with The main theme. Едем. У последнее время, дорогая. Оскарная река. Карняек готова. К Варшаве подбираемся через Пясечну, такой городок, и нам здесь будет очень удобно, как раз до нашей амбассады, она находится, слава богу, не где-то там в центре Варшавы, а так далеко от центра, но это и хорошо. Вот уже чуть-чуть осталось, доехали почти, но еще нет. Ползем уже по Варшаве, 4 часа ехали, сейчас уже полдесятого, вроде дорога хорошая, хорошо ехали, но правда останавливались, добрались, еще чуть-чуть осталось. Пригороды Варшавы. Такое впечатление, как будто какой-то провинциальный городок. Вот, наконец, подъехали мы с 50 века. О, клак развивается у нашего посольства. Ой, елки-палки. Вот бы все нормально прошло. Еще мы в Варшаве. Послал нас консул немножечко погулять. Через пару часиков опять к нему, чтобы уже сегодня все дела доделать. Сейчас едем к нашему родственнику. Парочку часиков у него посидим, кофеек попьем. Едем по Варшаве. Но это, конечно, далеко не центр, и поэтому машин здесь, в общем-то, и немного. Да, Костя? Такие вот дома современные. Но парковок нету свободных. Ну да, парковок свободных нет. Интересно, ну Варшаву-то мы вообще не знаем, какой это район. По-моему, это что-то где-то вот Мокутов. Дороги широкие, четырехполосные. Обязательно Макдональдс на самой верхушке прям приделать. Чтобы все видели. Блин, ну наш родственник и живет. Снимать. На закорках Варшавы. Здесь такие домики одноэтажные. До центра мы так и не добрались. Но это надо специально ехать, чтобы... В принципе, это тоже так спокойненько живут сейчас. Через двадцать четырех полей. Это мы находимся уже в нашем консульстве. Здесь написано, что ничего нельзя не снимать, не фотографировать. Но я вот тут вот с ним. Такой маленький предбанечек. Здесь вот в этом окошечке нас принимает консул. В той двери он делает фотографии. Сейчас Костя пошел туда сделать фотографии. Короче, у нас все получилось. Не просто так, конечно. Все с трудом. Вот эта дверь в туалет. Вот это выход. Вот это наше такое консульство узбекское. Господи, все получилось. Как я рада. Все. Ура. Едем домой. Наконец-то. Наконец-то мы все сделали. Уже пол восьмого. Пол восьмого, да? Девятнадцать. Пол восьмого вечера. Целый день, целый день провели в посольстве у консула. Но слава богу, боже мой, мы все дела сделали. Ой, такое облегчение. В общем, что хочу сказать. Граждане Узбекистана, которые проживают в Польше и которые собираются менять паспатран на биометрический. Нервы надо запасить. Запаститесь нервами, терпениями. Нервами и терпением. Самое главное. И главное, все-все-все бумаги вы должны собрать. Каждую бумажку. Потому что если чуть что, не донесете, все. Ничего, никто ничего не примет. Опять по новой. И в какой-то момент кажется, что это просто до бесконечности. Но всему приходит конец. Вот как в нашем случае. И наконец-то, наконец-то мы едем домой. В наши Катовицы. Ночные Катовицы. Напоследок. Так приятно после темноты очутиться в море света. Хорошо. Хорошо.